Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Мы продолжаем наш ежедневный бизнес-канал. Тема сегодняшнего эфира, как сказал Александр, мы будем уже не в первый раз и в этой студии, и в рамках нашей радиостанции. Ну и, собственно, я думаю, что многие средства массовой информации сейчас на первых полосах в какой-то степени набила оскомину уже эта тема. Но она актуальна, никуда не денешься. Мы будем сегодня обсуждать текущую ситуацию на валютном рынке, связанную с ослаблением курса национальной валюты. У меня в гостях, я представляю с удовольствием, сегодня в студии Михаил Хазин, экономист, президент консалтинговой компании «Неокон». Михаил, добрый день. Здравствуйте. А, кстати, какой сегодня курс-то? Я вам скажу сейчас чуть позже, я все себе выписал. Более того, я сейчас смотрю вот на спот на рынке. Сегодня атака. Очередной максимум в паре доллар-рубль был в районе 35.50 уже. Ну и евро тоже пытается подрасти. Видимо, все-таки ЦБ сейчас вспомнил о своих функциях, в которых он... Люди деньги зарабатывают. Ну это нормально. Итак, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, традиционно я хочу вам сообщить о том, что вы можете присоединиться к нашей беседе. Для этого есть телефон студии 6510-99,6, код города 495 и сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, спрашивайте, делитесь собственными мнениями. Собственно, основная идея, которую мы сегодня пытаемся озвучить, кому же выгодно это самое текущее ослабление рубля. Ну и в качестве информационного повода то, что происходит сейчас на валютной секции Московской биржи. Еще раз повторю, Центральный банк Российской Федерации, ну уже с расчетами tomorrow, на завтра установил курс доллара 35.23. 35 рублей 23 копеек за 1 доллар. Курс евро 47.53. Ну и корзина стоит сегодня 41 рубль 13 копеек. Вот примерно такая история, собственно, продолжается ослабление рубля. Михаил, ну и первый вопрос вам. Кому все-таки это выгодно? Ну, спекулянтам, которые играют на этом есть. Исключительно? Ну, как бы, я думаю, что работникам Центрального банка, которые знают, куда будет двигаться курс завтра. А можно предположить, что работники Центрального банка это есть те самые спекулянты? Ну, частично. Они просто работают, как бы, рука-рука моют, они на пару работают, скорее всего. Вот. А что касается тенденций, то они носят абсолютно объективный характер. Другое дело, что очень страшно. Ну, выгодно, да. Есть несколько организаций, которым это выгодно. Это выгодно Минфину. Потому что каждый доллар экспортных доходов начинает давать больше рублей в бюджет. Значит, это теоретически выгодно, наверное, правительству, потому что оно считает, что от этой девальвации вырастет экономическая активность. Я думаю, что пока еще не вырастет, потому что слишком маленькая девальвация. А на большую, на большую они довести не смогут, потому что уткнутся в ограничении 98-го года в дефолт. А, значит, ну, собственно, все. Не выгоден гражданам, которые... А, еще выгодно, знаете, кому? Риэлторам. Риэлторам. Да, за последнюю неделю резко выросли объемы продаж недвижимости в Москве. Она практически встала перед Новым годом. А тут, соответственно, резко выросла, потому что надо, как это, парковать куда-то деньги. Понятно. То есть недвижимость, в данном случае, как средство сохранения капитала. Да, они считают, что в рублях она уж точно не упадет. Ну, смотрите, когда люди покупают квартиры, грубо говоря, на уровне котлована, то они все равно растут в цене. Но вот сейчас это как бы стала бешеная активность. Люди куда бросаются, как еще спасать свои сбережения. Для кого это минус сильный? Прежде всего, для малых и средних банков. Потому что испугавшийся народ, причем он испугался сразу двух вещей. И атаки на банки, которые устроил Центробанк, и, соответственно, девальвация. Отметим, что я думаю, что самим руководителям Центробанка и в голову не пришло, что два этих явления могут друг друга усилить. Они только в книжках, значит, читают и произносят с трибуны слова «синергетический эффект». А то, что синергетический эффект в реальности вот так работает, это им в голову прийти не может. Но они вообще отличаются выдающимися способностями, обе эти дамы. Вот. И, соответственно, ну это как бы известно, да, и поэтому я не склонен думать, что они в состоянии там строить такие сложные причинно-следственные цепочки. Значит, в результате резко падает ликвидность малых и средних банков. Соответственно, у Центрального банка появляются новые основания для того, чтобы отбирать лицензии. Кроме того, вообще даже у крупных банков начинаются проблемы, потому что когда идет быстрый отток вкладов, то надо же где-то брать ликвидность. Но крупные-то справятся, но убытки какие-то зафиксируют. А малые и средние могут рюкнуть в результате всей этой каханалии. Вот. В этом смысле, я думаю, что интересно было бы спросить про это Хандруево, который там у них, у малых и у средних, как это, перзидент. Рулит, рулит. Вот. Ну, как называется, ассоциация региональных банков. Вот. И все это вместе создает такую, ну, как бы, несколько обалделную картину, потому что, с чего вдруг, да, ну, зачем. У меня имеются разные гипотезы, но главное из них состоит в том, что люди, которые, собственно, за все это отвечают, денежные власти, то есть Центральный банк и Минфин, правительство, они обещали, положили, как бы, руку, ногу, там, все, что у них есть. На заклание перед политическими властями, а политические власти, это у нас, а не только президент, но и там часть олигархов, часть, как бы, высших политических чиновников, как бы статус которых не зависит, там, от того, будет уволено это правительство или будет ли сменено руководство Центробанка, они, соответственно, как бы, увидели, что им тут, как бы, устраивают черт что, и причиной этого является то, что обещали экономический рост, а роста нету. Вот реально, да, у нас, как начался в четвертом квартале 12-го года спад, так он и постепенно ускоряется. Вот, назначение Набиулиной ситуации сильно ухудшило, это мы видим, а правительство беспомощно, оно не может ничего сделать, потому что исчерпана модель. Давайте тут сделаем небольшую паузу, как бы, два слова о модели. Значит, модель исходит к пресловутому вашингтонскому консенсусу, для страны ее предложил Гайдар. Суть ее в следующем, что надо развиваться за счет иностранных инвестиций. А при этом инвестиции идут в страну только в том случае, если там низкая инфляция. Дальше откуда-то берется бредовый тезис, что ограничить инфляцию можно только за счет зажимания денежной массы, в результате банковская система не рефинансируется, кредитования рублевые не происходят, предприятия дохнут, как это было в 90-е годы, а сегодня они, кстати, тоже дохнут. А потому что очень велик кредит. Есть же знаменитый анализ Бабкина по двум одинаковым заводам в Канаде и в России. И он совершенно четко показывает, что канадский в плюсах, в доходах, а российский в минусах из-за стоимости кредита в основном. Значит, в результате стоимость кредита запредельная, рублевый кредит не получишь, все бегут на Запад, получают кредиты в долларах. А, кстати, обращаю внимание на еще одно замечательное обстоятельство. Деньги наши, резервы, лежат на Западе в банках под полпроцента годовых. И эти же деньги выдаются нашим структурам, и банкам, и коммерческим структурам, под 4-5-6 процентов. Ну, в среднем, предположим, 5 процентов разницы. Значит, полпроцента платят нам, и, соответственно, 5,5 получают от нас. Вот эти 5 процентов, их как-то делят? Ну, что-то получает банк, который этим занимается. А что, хотите сказать, что чиновники, которые за все это отвечают, ничего не получают? Я в это не верю. Ну, если они совсем ничего не делают, тогда они просто дебилы. Значит, речь идет о том, что там с 500 миллиардов долларов делят каждый год 5 процентов. Это большие деньги. Это десятки миллиардов долларов. Вот за то, чтобы сохранить эту систему, они готовы на все, что угодно. Значит, но проблема состоит в том, что иностранные инвестиции, что такое инвестиции? Да, это вложение в основной капитал. Я строил завод и хочу с него получать деньги. Ну, скажем, 10 процентов от того, что я вложил. То есть, если я 100 миллионов вложил, по 10 процентов мне каждый год в Индополу. По 10 миллионов. За первые 10 лет я отбиваю вложенные деньги. И потом, соответственно, теоретически можно ускорить возврат, потому что если вы построили завод и уже понятно, что он будет получать какую-то прибыль, можно за счет капитализации там либо продать акции, либо взять под него кредит, под эту капитализацию, либо еще что-то. Но суть от этого не меняется. Мне нужно как бы 10 процентов. Тогда общий объем инвестиций, если предположить, что все инвесторы одинаковые, это в 10 раз больше, чем та валюта иностранной инвестиции, которую получает страна. Страна сегодня машиностроение уничтожили, в общем, все уничтожили, осталось только нефть, газ и их производные типы удобрений. Значит, вся валюта, которую мы получаем, она делится на несколько частей. Часть идет денежным властям и, значит, утекает из страны. Часть идет на закупку импорта. Часть идет на возврат процентов по кредитам. А кредитов, а совокупный объем кредитов растет, потому что нет рублевого рефинансирования. Значит, все, что остается, это на возврат инвестиций. Так вот, за последние два года вот этот объем, который остается, резко сократился. По нескольким причинам. Первое, мы вступили в ВТО. И вместо того, чтобы инвестировать, стало выгоднее завозить готовые товары. То есть это из инвестиционных денег перешло в импорт. За счет общего мирового кризиса сократился экспорт, хотя цены на нефть пока не упали. Ну и, наконец, объем долгов все время растет, соответственно, растут процентные платежи. И я сильно подозреваю, что где-то в 2013 году, в начале 2013 года, общий объем ранее сделанных инвестиций оказался как раз таким, что все деньги, которые мы получаем, это нужно по обязательствам, сделанным ранее. И новые инвестиции не пошли. И при этом, соответственно, поскольку объем денег все время сокращается, то начался отток капитала. На самом деле, он начался чуть-чуть раньше, весной 2012 года, когда стало понятно, что мы точно вступим в ВТО, и народ побежал. Все. А у нас сегодня еще и платежный баланс из профицита вышел в ноль. Еще чуть-чуть, а рубль при этом должен падать. Экономика падает, и нету источника роста. И все. А дальше начинается что? Начинаются вещи, которые у наших либералов, которые сидят в правительстве, в Центральной банке, которые табуированы. Ну, вы посмотрите, какие у них устроили камлания, значит, над могилой упыря Гайдара. Когда там, месяц назад или полтора, я уж не следил за ним. О чем они там говорили? Что Гайдар — это наше все. То есть, иными словами, от модели Гайдара отказываться нельзя. Понятно, почему нельзя. Потому что политическое прикрытие для этой команды в Вашингтоне. Ну, и как они могут отказать своим вашингтонским друзьям? Единственный выход из этой штуки — переход к модели импортозамещения. Мы должны что-то производить сами. В результате, те деньги, которые сегодня уходят по импорту, остаются внутри страны. И мы можем под них привлекать инвестиции и иностранные, и внутренние. Нет проблем. Но это значит, что отобрать эти деньги у друзей наших либералов, они на это идти не готовы. Понятно. Все-таки, возвращаясь и к процессу, который мы сегодня собрались обсуждать, и, кстати, фраза хорошая, да, за неимение других источников роста. Когда мы в прошлом году, в частности, наблюдали за выступлением наших уважаемых руководителей, они говорили, что экономика замедляется, замедляется. Экономика уже падала, они врали. 1,6, 1,4, 1, ну ладно, врали или не врали. Ну что, ну как бы, давайте смотреть. Мы реагируем на их выступления и, собственно, слушаем то, что они нам рассказывают. Ну какой смысл реагировать на выступления, которые, как бы, не имеют никакого отношения к реальности? Так вот тогда, уже тогда, да, ходили разговоры о том, что возможная девальвация национальной валюты, каким-то образом, это падение, давайте так, замедлит. Это способ замедлить падение? Еще раз повторю, для того, чтобы, фактически, что такое, как бы, эффект, девальвационный, позитивный эффект от девальвации, это же вещь банальная. А если у вас, если вы производите по внутренним ценам, то во внешних ценах при девальвации у вас сокращаются издержки. Это значит, растет прибыль от экспорта. И таким образом появляется дополнительный фактор для, как бы, для развития экономики. Теперь давайте смотреть. В нашей стране, первое, практически нету производства внутреннего. А если вы занимаетесь сборкой по деталям, которые вы получаете по импорту, то у вас практически нет выигрыша. Потому что, да, конечно, у вас внутренние издержки должны были бы падать, но поскольку цены импортные растут ровно в соответствии, то в результате баш на баш. Согласен. А от тех трех-четырех, которые была ваша прибыль. Сколько вы выигрываете? Двадцатых процентов? Это первое. Второе. Посмотрите, у нас выросли цены на бензин. С чего вдруг? Вот бензин это чисто внутренний продукт. Нефть внутренняя, нефтеперегонка внутренняя, заправки внутренние. Почему растет цена на бензин? Банально. Потому что у нефтяных компаний долги в долларах. Они отчитываться должны в долларах. Они не могут сказать, ребята, из-за того, что эти придурки из правительства девальвировали рубль на 15%, у нас доходы упали на 15%. И они держат цены на бензин в долларах, а не в рублях. Соответственно, при девальвации цены на бензин рублевые растут. Я немножко не понял как раз, почему доходы упали у экспортеров наших. Они отчитываются перед кредиторами в долларах. В долларах они отчитываются. Если они получают здесь рубли за проданный бензин, то в долларах это упало на тот самый процент, который девальвался. И, соответственно, у нас нет национальной валюты. У нас все компании, поскольку они берут кредиты в долларах, ну или там в еврах, неважно, то они отчитываются в долларах. Тем самым у нас нету рублевой экономики. Ну и последнее. Предположим даже, что есть компании, которых практически нет, которые работают на внутреннем рынке и продают. У нас их сегодня практически нет. Значит, для того, чтобы был позитивный эффект от девальвации, нужно что? Вначале вложить инвестиции. А инвестиции никто не вкладывает. По банальной причине, потому что непонятно, как возвращать доллар. То есть иными словами. Хорошо было в 98-м году, еще существовали советские имущества. А сегодня что делать? Значит, сегодня нужно сначала вложить деньги. А для того, чтобы вложить деньги, нужно сказать, мы будем заниматься импортозамещением. Правительство центрального валюты говорят, да вы что, вы сдурели что ли? Нашим друзьям в Вашингтоне нечего кушать. Они не могут купить себе пятую яхту. А вы тут что-то строить собираетесь. Михаил, спасибо. У нас есть звонки. Давайте послушаем слушателей. Извините. За тавтологию. Владимир, день добрый. Говорите, пожалуйста. Добрый день, Владимир. Я добрый день ведущему. Михаил. Да, Михаил Хазин. Почему я его очень хорошо еще помню. Он вел, по-моему, сам передачу. Интересно. Лет пять, шоколад назад шесть. Был такое? Какую? На финал СМ, может быть, отвечать. Нет, на финал я никогда ничего не вел. Нет, да. В какую-то передачу вы где-то видели? Пару-тройку раз я приходил на финал. А, ну не в этом. У меня такой, знаете, он как бы, я старый экономист на пенсии, да, советский был. Он так говорит. Но мне просто вот интересно, вы знаете, как бы объяснить немножко с философской точки зрения, в каком плане. Вот все, что говорит Михаил, приветствую. Там вот все, что говорит, там, к примеру, там, Григорьев, приветствую, там, Кузин. Все, все, вот, десять лет говорят, 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 ни хрена не меняется. И один человек номер один и номер два не прислушивается. Как же так-то? Получается, вот, все говорят правильно, и это все надо делать, а десять лет ничего не делают. Как же так-то? Куда номер один смотрится, куда номер два смотрит? Вы меня спрашиваете? Да. Ну когда-то, вы все правильно говорите, ну когда это будем делать? И в 2001, и в 2002, и Григорьев хорошо говорил, и это все хорошо говорят. Я не отвечаю за деятельность наших политических руководителей. У меня, как бы, есть некоторая концепция того, что происходит. Я ее на сайте WorldCrisis.ru неоднократно излагал. Суть ее состоит в следующем, что элита, если ей хорошо, никогда ничего не меняет. А при этом она, как бы, понимает, что все дело плохо сильно позже, чем народ. Вот, по банальной причине, потому что у нее все хорошо. До нее позже доходит. До нее сильно позже доходит. Вот сегодня до нее начало что-то доходить. По каким признакам? Ну, в силу кризиса. Ну, там есть разные косвенные к этому свидетельства. Вот, там, Примаков выступил, который никогда не выступает без согласования с большим начальником. Там еще что-то. Но будет ли при этом что-то делаться, это вопрос, на который я вам ответить не могу. Пока не видно, чтобы кто-то что-то делал. Если ничего не будет делаться, то нас ждет нечто вроде Майдана украинского. Только, я думаю, он будет происходить сначала в регионах, потому что в регионах хуже, чем в Москве. Кроме того, нужно понимать, что на Украине же, как бы, вся эта майданная активность поддерживается на американские деньги. И, как бы, через американские инструменты, в том числе вот эти фашистских боевиков. А в нашей стране этого пока нет. Но, в общем и целом, у меня такое ощущение, что начальство начинает что-то понимать. Но, кроме того, произошла одна очень важная вещь. До того, единая мировая элита, которая, как бы, жестко весь мир под себя выстраивала после распада СССР, сегодня раскололась на две части, и в этом смысле противостояние, которое есть между политической властью, условно Путиным, да, обобщенным, и либералами в правительстве и в Центральном банке, она, этот раскол, он, как бы, который был раньше во многом виртуальным, это просто было два крыла одной команды. Да, да, да. Я сейчас занимаюсь тем, что пишу прогноз на Россию, для России на 2014 год, такой традиционный, который я обычно... Озвучить можете уже? Нет, еще не могу. Нет, вот я его напишу, и тогда... Хорошо. Ну, предварительные какие-то. Еще один звонок у нас есть, Михаил, давайте послушаем. Дмитрий, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Я хотел бы, вот, Михаил, вопрос, сколько процентов годовых реальная инфляция в стране? Ну, не вот эти вот 6%, о которых говорит Кремль. Я в эти цифры не верю. Не, ну, это не имеет... Реальная инфляция, сколько процентов годовых? Не знаю. Дело в том, что этот вопрос сам по себе не совсем корректен, потому что у разных групп населения разная инфляция, по разным отраслям разная инфляция, по разным регионам разная инфляция. И у меня нету данных для того, чтобы делать такой единый сводный анализ. Вот, дефлятор ВВП по разным оценкам где-то 9-11%. Но это так, как бы, это оценка так вот с неба взята. То есть сказать точно... Одно можно сказать... На то, что нам Росстат рисуем или что? То сильнее всего страдают, конечно, люди, у которых низкая доходность. И они, кстати, сильнее всех страдают от девальвации, потому что они в основном покупают импортную продукцию. Совершенно верно. Кстати, вот именно к этому разговору, да, мы в конечном итоге и пришли. То есть мы пытались понять все-таки, кому выгодно это. Вот. Ну, несколько вариантов прозвучало от Михаила. Российская экономика, я еще раз хочу просто подчеркнуть от вас, услышите ответ. Российская экономика никоим образом никаких позитивных результатов от снижения курса рубля не получает. Для того, чтобы был позитивный результат, необходимо, чтобы были инвестиции. Инвестиций в рамках сегодняшней модели не будет. А посему позитивного результата он будет очень слабый. Ну да, но нефтяные компании получат дополнительные доходы. Бюджет получает, да, соответственно, дополнительные налоги. Бюджет что-то получит, да. Но все равно у нас все равно спад в стране. У нас все равно мы не можем исполнить те обязательства перед регионами, которые были даны в рамках предыдущего бюджетного процесса. Все равно все бюджетные прогнозы там псу под хвост, ну и так далее. Я понял. Хорошо. Давайте там у нас еще... У нас есть еще один звонок. Давайте сразу тогда с него и начнем. Точнее им продолжим. Вадим, день добрый. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Вадим. Политаналитик Самара. У меня вопрос к Михаилу. Михаил, как экономист, скажите, пожалуйста, какое это влияние на принятие такой ситуации, как, так сказать, действие, некомпетентность руководства Центробанка оказало влияние? Или это происки, так сказать, идеологических врагов нового председателя Центробанка? Спасибо. Да нет, ну какие идеологические враги. Спасибо, Вадим. Как бы председатель нового Центробанка, как и ее первая замша, это люди, которым страшно нравится быть начальниками и которые не склонны заморачиваться разными глупостями вроде разбирательств в своих должностных обязанностях. И по этой причине они просто смотрят, как все идет, вот, и пытаются затыкать те дырки, которые, значит, они видят. При этом они совершенно не понимают, что если вот заткнуть вот эту дырочку сегодня, то завтра будет сильно хуже в другом месте. Это для них слишком, я черт говорю, сложная причинно-следственная связь. Вот, и кроме того, у них мозаичное мышление, у них нету единой картины экономической. Поэтому они не понимают, что девальвация усиливает негативное влияние на банки. И наоборот, что отбирание лицензий у банков вызывает панику, и население начинает снимать рублевые депозиты и менять их на наличные доллары. Ну вот, ну с этим ничего нельзя сделать, да? Это такая, знаете, вопиющая некомпетентность. Понятно. Ну, бог с ней с некомпетентностью. Я, тем не менее, уж поскольку мы заговорили, да, руководитель Центрального банка, хотел бы вот какой вопрос вам задать. Михаил, стратегическая задача, она была озвучена, в ближайшее время сделать курс национальной валюты свободным, плавающим, да, или там, курс определяться должен некими рыночными механизмами. Именно поэтому мы видим, ну, не то, что происходит сейчас, да. Тут вещь банальная. Поскольку денег на то, чтобы поддерживать курс рубля высоким, нету, а за сжигание золотовалютных резервов можно и по голове получить, они решили уговорить Путина на то, чтобы был свободный курс. Тогда они будут говорить, а мы тут ни при чем, это рынок. А что касается хорошо или плохо, вы уж меня простите, конечно, покажите, цель-то какая. Для чего им нужен свободный курс? Потому что так написано в Вашингтонском консенсусе, ну, цель какая для российской экономики? Для чего они это делают? Сейчас мы прервемся, у нас реклама на Финам.ФМ и через пару минут продолжим. Так, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Тема сегодняшнего эфира связана с ситуацией на валютном рынке Российской Федерации, с ослаблением национальной валюты. Какой эффект, собственно, мы видим от этого процесса, от девальвации рубля. Я напомню, в студии сегодня Михаил Хазин, экономист, президент консалтинговой компании «Неокон». И для Вас, уважаемые слушатели, я напомню, телефон студии 651099,6, код города 495 и сайт компании «Финам.ФМ». Вы можете к нам присоединиться, задать свои вопросы Михаилу, либо прокомментировать собственную точку зрения. Михаил, следующий вопрос. У нас мы, собственно, начали уже говорить о простом, так называемом, россияне, обычном россияне, для которого весь этот процесс, ну, очевидно, да, не особенно благоприятен. Что делать ему сейчас? Потому что, в принципе, если, опять-таки, да, если следовать вашей логике, то банковский кризис, ну, или не кризис, а ситуация в банковской сфере, да, она не способствует успокоению, то есть она каким-то образом начинает, да, наших с вами сограждан будоражить, а потом к этому еще добавилось слабление рубля, и в этом случае мы видим некое такое психологическое давление, в общем, граничность с паникой, может быть. Хотя, я уж не знаю, где вы берете информацию, но я смотрю по сторонам, вот такой паники, как паника 2008 года, или паника, не дай бог, 1998 года, все-таки сейчас не наблюдается, или просто так кажется. Давайте доживем, куда вы спешите. Доживем до. Ну, как бы, до того, чем это закончится. До того, что спад экономический будет продолжаться, количество бедных людей будет расти, безработица будет расти. Ну, так что, я думаю, что если наше нынешнее правительство и руководство Центрального банка останется на своих местах, они за год доведут дело до серьезных неприятностей. Так вот, этим самым простым россиянам сейчас что делать, чтобы не впадать в эту панику? Нужно ли суетиться, нужно ли бежать в обменник срочно, кто этого еще не сделал? Если у вас есть рублевые накопления, то, конечно, имеет смысл, по крайней мере, существенную часть их поменять на доллар. Хотя лучше бы это было сделать месяц назад. Безусловно. А еще лучше это было делать в мае месяце. Прошлого года. Вот. При этом пытаться все время менять, да, на каждом подъеме доллара, покупать доллары, на каждом спаде менять на рубли, я считаю, это неправильно. Потому что от таких операций вы больше проиграете. Ну, безусловно. Но, конечно же, сегодня лучше сидеть в долларах. Ну, и в том числе по международным событиям, потому что в условиях кризиса доллар будет какое-то время самой прочной валютой. Вот. Что касается всего остального, то надо понимать, что зарплаты расти не будут, а скорее будут падать. С одной стороны. А с другой стороны, количество мест для работы будет сокращаться. И в этом смысле работой нужно дорожить. Вот. Хотя я не исключаю, что работодатели сейчас начнут прессовать. То есть не выплачивать зарплату или выплачивать частично, или сокращать. И говорить, типа, ребята, жизнь тяжелая, кризис, денег нет. Иногда это будет правда, иногда нет. Ну, тут уж... То есть воспользуются ситуацией. Да, но тут уж нужно индивидуально. Да, нужно понимать еще одну вещь. В условиях кризиса средняя заработная плата. Она сокращается, а заработная плата высоко квалифицированных специалистов растет. То есть, иными словами, если у вас есть сейчас возможность повышения квалификации, вот сейчас, да, нужно ее срочно использовать. Потому что чем более высокой квалификации вы вводите в кризис, тем больше шансов на то, что вы все-таки зарплату получать будете. Ну и, конечно, не заниматься двумя вещами. Ни в коем случае не делать бессмысленные траты, крупные, и ни в коем случае не брать кредитов. Вот просто вот любой ценой. Со второй более-менее понятно, да, со второй мыслью не брать кредитов. А по поводу бессмысленных трат. Вот мы начали с того, в начале программы, вы сказали, что целая недвижимость, это бессмысленные траты или нет? Нет, если у вас есть деньги на покупку недвижимости, и при этом вы понимаете, что эти там, ну, от трех и выше миллионов рублей вам не понадобятся по каким-то причинам. Ну, то есть это инвестиционный некий. Да, это нормально. Опять-таки, мало ли что, там, дети вырастут туда-сюда, еще чего-то. Вот, но при этом нужно понимать, что государство, скорее всего, в ближайшие 2-3 года повысит налоги на недвижимость и будет расти ЖКХ. То есть не исключено, что это будет не источник дохода, а как бы это просто способ как бы сохранить сбережения. А может быть, через какое-то время это станет источником геморроя, если это неудачные квартиры или неудачный домик. Такое было, кстати, в 98-м году, когда народ покупал землю под Москвой, говорили, земли больше нету, хватаете земли, вот они схватили эту землю, а там ничего построить нельзя, ну, короче говоря, вот непонятно. Да, 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 и, собственно, эти... Да, это проблема. Текущие расходы на нее, да, они... Вот, и, соответственно, надо очень тщательно понимать, как вы собираетесь жить и что делать. Потому что вот эта вот проблема, которая русскому человеку совершенно не свойственна планировать свое будущее, она в условиях кризиса, она вылезает. Влезает, да, она становится острее. Кстати, по поводу повышения квалификации, это тот самый случай, когда кризис во благо, да? Ну, для тех, у кого высокая квалификация, да. Но я про себя говорить не буду, потому что я специалист по кризису, и по этой причине у меня как бы лучше. Но я просто вижу, как как бы некоторые мои знакомые, как у них, например, их начинают переманивать. И понятно почему, потому что когда у вас все хорошо, вы можете держать отделы из пяти человек, в которых там четыре человека офисного планктона и еще один офисный планктон чуть лучше начальник. А когда дело плохо, то вы готовы выгнать их всех пятерых и поставить на их место одного квалифицированного специалиста, который зарплату будет получать в два раза больше, чем каждый из них, но совокупный фонд будет в три раза меньше, и при этом выполнять за них всю работу. Я с этим сталкивался, потому что тут моя жена уходила из банка одного, где она работала, в другую, и искала себе сменщиков. И вот, значит, к ней приходили на собеседование люди, которые ей гордо говорили, мы там делали то-то, делали то-то, делали то-то. И сидящая, значит, рядом с ней начальник отдела кадров мерзко хихикала и говорила, что они говорят. Они с отделом в пять-шесть человек делали в три раза меньше, чем вы сделали у нас за год, обращаясь к моей жене. На что, соответственно, она говорила, что это нормально, потому что как бы людей высокой квалификации мало. Вот реально мало. То есть вы работодатель в этом случае вынужден терпеть этот планктон, который и дороже обходится, и менее эффективен. Он их хочет выгнать и найти высокой квалифицированного человека. А надо искать, да, их мало. Потому что, ну вот я могу сказать, что вот по банковской сфере, на самом деле, хорошо, если один из десяти человек реально обладает высокой квалификацией. А по большей части это люди, которые, в общем, не очень. Хорошо, еще раз, еще пообщаемся со слушателями. Есть звонок от Алексея. Алексей, день добрый. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Я хотел бы вас, Михаил, прокомментировать два парадокса, которые прозвучали из информационной программы. С одной стороны, где-то месяц назад президент поставил задачу предпремьером увеличить количество мест, там, 20-го года, по-моему, до 20 миллионов. А с другой стороны, неделю назад прозвучала информация по поводу сокращения на 5 тысяч работающих на ВАЗе и на УАЗе, так сказать. Вот как это два момента. А второй момент. Это Россия вышла на третье место, так сказать, по затратам на вооружение, значит. Это кого боимся. И при этом, так сказать, деньги, которые увеличили на затраты, уменьшили на медицину. Является ли продолжение политики по уничтожению населения России? Спасибо. Ну, с медициной все понятно. Либеральная власть занимается монетизацией образования, медицины и так далее. И для того, чтобы этот процесс шел быстрее, сокращают бюджетные вложения. Это к росту затрат на вооружение не имеет никакого отношения. Вот. Что касается противоречия в словах президента и правительства, вам же Улюкаев буквально пару месяцев назад сказал прямым текстом. Правительство по идеологическим причинам не собирается исполнять майские указы президента. А вот эти рабочие места, как раз это один из майских указов. Не собирается правительству начхать на мнение президента. Они либералы. Им в Вашингтоне сказали не исполнять майские указы. Они их не исполняют. Все, точка. Михаил, мне показалось, если мы говорим об автовазе, сокращении 5000, там, может быть, в связи с новым менеджментом пришел управленец такой... Неважно. На автовазе можно сокращать людей как бы осмысленно. Потому что там, конечно же, еще социалистическая система и количество людей больше, чем нужно. Это с одной стороны. С другой стороны, это по всей стране кризис в стране. Люди сокращаются. Можно было бы начать импортозамещение и увеличить число рабочих мест. Но еще раз повторяю, это противоречит идеологическим принципам либеральной команды, которая сидит в правительстве и Центральном банке. Им начхать на то, что им говорит президент. Еще один звонок. Вадим, день добрый. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Еще раз, Вадим, сам. Да, Вадим. Уважаемый Михаил, у меня к вам такого рода вопрос. Скажите, пожалуйста, вот когда в США начался кризис, то американский президент поехал по наиболее платежеспособным странам и помог крупным американским компаниям заключать договора, за счет чего резко снизил безработицу и другие негативные явления. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему наш-то сидит и занимается только Сочи? Неужели на международном рынке ладить нечего? Это не совсем так. Спасибо, Вадим. У нас много кто ездил. Мы очень увеличили свою активность в Латинской Америке, частично в Африке. А мы пытаемся, в Иране мы что-то пытаемся делать, много где, но нужно при этом понимать, что как только мы пытаемся где-то делать в ущерб американским компаниям, то тут же начинаются санкции, начинается жесткое давление. Классический совершенно пример. Мы пытаемся сейчас получить Украину, как в том числе свой рынок, но включить ее в свою систему разделения труда. Вы видите, что происходит. Причем американцы начинают уже рейдерский захват украинских предприятий, потому что, как сказал депутат украинский Олег Царев, США уже запретили своим компаниям закупать продукцию у тех украинских предприятий, владельцами которых являются депутаты партии регионов. Это начало рейдерского захвата, потому что это банкротство, и дальше, если власть меняется, то они как бы эти компании за бесценок получают себе. После чего американцы, может быть, частично начинают покупать, но уже как бы для своих. То есть это, в общем, совершенно классический пример. Нам, безусловно, нужно действовать более жестко. Но, опять-таки, нужно понимать, что у нас сидит либеральная команда. У нас был успех очень сильный, это создание таможенного союза. Как только он произошел, немедленно Глазе, в котором мы обязаны этим успехом, был уволен, и на его место был назначен Христенко, в задачу которого входит все инициативы топить. Он всегда этим занимался и будет заниматься дальше. Ну и так далее. А до тех пор, пока либеральная команда не будет убрана, никакого движения вперед быть не может. Это не значит, что если ее убрать, то мы автоматически пойдем вперед. Но пока она сидит, движения вперед не будет точь. — И еще один звонок. Нет, уже не успеем мы. — Дэн. — Точнее, сорвался звонок. Ну и, в принципе, у нас осталось две минуточки буквально. Михаил, ну и как бы под занавес, что называется, да? Во-первых, ну некий прогноз, ваши ожидания, собственно, касаемые курса рубля, прежде всего, продолжатся ослабления в связи с Олимпиадой, может быть... — Безусловно, будет дальнейшая девальвация, но в какой форме, с какой скоростью, и какую еще при этом дурость при этом отчевучит Центральный банк, у меня на это фантазии нет. — Так, и что касается, еще раз повторим, что касается непосредственно действий обычных россиян в этой ситуации. — Ну, как бы, надо, еще раз повторяю, надо понимать, что неприятности пришли всерьез и надолго, и к этому надо готовиться. Кредитов не брать, работы дорожить, но я думаю, что в некоторых регионах уже можно и переходить к закупке тушенки. Вот еще полгода тому назад я говорил, что это рановато, сегодня в регионах уже пора нам. Соль, спички. — Тут традиционный набор. — И дело тут не в том, что у нас в стране будет голод. У нас, конечно, мы будем питаться хуже, если будем питаться своим, но картошки и макарону хватит. Проблема в другом. Проблема в том, что у нас нет независимой государственной системы снабжения. И поэтому в некоторых местах может оказаться, что просто будет невыгодно торговать, и все магазины закроются. И вы бы и рады купить, а нечего. А пока государство там очухается, может быть, и несколько дней, и недели, и две, просто ничего не будет. — Я понял. Огромное спасибо. Михаил Хазин, экономист, президент консалтинговой компании «Неокон». Сегодня в студии «Сухого осадка». Собственно, мы начали разговор о текущей ситуации на валютном рынке. Говорили о девальвации рубля. Ну и на самом деле, много о чем поговорили. Спасибо огромное, Михаил, за вашу точку зрения. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. Всего хорошего. Успехов на рынке. До свидания. Продолжение следует.